Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Искусство в интерьере. В заключительном третьем уроке роспись барельефа по творчеству французского художника Рауля Делангре. В первом уроке было нанесение рисунка и создание объема. Во втором резьба, уточнение деталей и в третьем роспись. Если вы еще не видели предыдущие два урока, вы найдете их в плейлисте уроки барельефа или по ссылкам в описании к этому видео. Выполняя роспись любого барельефа, основная задача это качественно, аккуратно, красиво прокрасить все углубления. Выполняется живописный подмалевок, находится общее цветовое решение. Так как я выполняю работу по картине, то стремлюсь к тому, чтобы цветовая гамма соответствовала оригиналу. Барельеф выполнен на декоративном покрытии, мокрый шелк. Если в вашем случае покрытие подобное, то здесь нужно обратить внимание на то, что когда мы работаем с цветом, цвет у нас в любом случае матовый, не такой перламутровый, как само покрытие. И для того, чтобы создать плавный переход в тень, гармонично сочетающийся с фоном, с покрытием мокрый шелк, то все цвета я замешиваю именно на этом покрытии. Я просто беру на палитру нужные мне оттенки и замешиваю их уже на перламутре. На первом этапе я прокрашивала просто темной краской для того, чтобы создать именно глубину. То есть первоначально, как в любом живописном произведении, мы прокрашиваем углубленные места для того, чтобы вытянуть передний план. Но не стоит привязываться к какому-то отдельному элементу, работать необходимо со всем изображением сразу. На видео хорошо видно, что я не прокрашиваю контуры по кругу, по месту стыка соприкосновения со стеной. У меня рельеф не прокрашен, потому что здесь я хочу добиться именно общего гармоничного цветового впечатления. Цвет в любом случае не используется односложный, цвет идет многосложный, то есть используется много оттенков. Вот сейчас как раз хорошо видно, как создается переход между фоном, мокрым шелком и темным тоном под ветками. Как создавать тень по рельефу во многом зависит от того фона, на котором выполняется работа и от задач, которые ставятся. Ну и естественно нужно стараться, как видно у меня на видео, глубоко залазить во все углубления. Для этого можно использовать старые кисточки, распушенные, их не жалко и они хорошо везде пролазят. Когда же общий тон изображения набран, то после этого уже идет работа повторными слоями цвета, с большей проработкой, с большей детализацией, с узложнением оттенков. Акриловые краски, которыми я работаю, это интерьерные краски, но для того, чтобы получить более яркие оттенки, я использую плюс к ним еще и художественный акрил ладога. Потому что если вы работали интерьерными красками, то знаете, что как правило они имеют немножко такой приглушенный тон белесоватый и не всегда можно получить яркие, какие-то глубокие, насыщенные оттенки, то в тех местах, где это необходимо, я использую как раз акрил художественный в тюбиках и усиливаю цвета, получая более яркие тона. Та фактура, которую я создала на этапе работы над барельефом, она помогает мне в работе с цветом, то есть я усиливаю просто углубление, подчеркиваю выступающие части и за счет этого создается более реалистичный вид лепесточков. Естественно, при росписи барельефа нужно смотреть на работу под разными углами, заглядывать с разных сторон, почаще отходить, для того, чтобы не терялось общее впечатление. При росписи, даже по образцу, не забываем, что у нас оттенки, они взаимодействуют в пространстве, влияют друг на друга и те места, которые мы хотим выделить, подчеркнуть, мы на них больше обращаем внимание и можем в этих местах усилить контраст света и тени. И именно эти места будут больше притягивать внимание зрителям. Расписывать барельеф можно по-разному. Я тщательно прописываю все углубления и после этого уже более светлыми оттенками работаю на поверхности. Где-то приходится неоднократно подбирать нужные тона, для того, чтобы попасть именно в те оттенки, которые хотелось бы получить. Иногда мне задают вопрос, как работать с светом, если он меняет свой тон. То есть некоторые краски при высыхании становятся светлее, некоторые становятся темнее. Это во многом зависит от краски производителя. Но на самом деле интерьерные краски, во-первых, они не так сильно меняют свой оттенок, как, например, художественные краски, художественный акрил. Поэтому, в принципе, работать им не так уж и сложно. Просто нужно поработать с цветом, чтобы понять, как он изменяется. Для этого полезно сделать какие-то отдельные упражнения по выкрасам на бумаге. И, опять же, для этого же делается эскиз, чтобы понять, какие цвета дают какие оттенки. Создавая копию, в этом случае мы стремимся уже подбирать те оттенки, которые у нас есть на оригинале, и сделать именно то изображение, именно ту цветовую гамму поймать, которая есть на оригинале, на исходнике, для того, чтобы изображение действительно было копией. Ну и, естественно, все-таки, так как работа у нас не отдельная, она выполняется всегда в интерьере, мы также учитываем связь работы с интерьером. Потому что иногда бывает так, что хотелось бы сделать копию, но копия в каких-то оттенках не подходит в данный интерьер. То лучше все-таки эти оттенки изменить, чтобы связь с интерьером была более гармоничная. Не бойтесь делать ошибку, вы всегда можете перекрасить какой-либо оттенок. Если же вам совсем ничего не нравится, всегда можно взять белую краску и просто все закрасить. Цвет при работе с барельефом нам помогает подчеркнуть углубление, вытянуть передний план и усилить именно объем изображения. Цветовые решения очень хороши в том случае, когда нет специальной подсветки, и интерьер, например, выполнен в светлых белых, каких-то нейтральных тонах, и хочется придать просто изюминку и добавить каких-то акцентов. В этом случае цветной барельеф будет очень хорошим решением. Готовую работу я не закрепляю лаком, так как краска сама по себе после высыхания становится водостойкой. Барельеф можно протирать влажной тряпочкой и ничего с ним не случится. Пишите в комментариях, что бы вам хотелось еще увидеть. Делитесь своими работами, вы можете выкладывать их в моей группе ВКонтакте. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. И до встречи в следующих видео. С вами была художник Наталья Боброва. Пока-пока!